Я бы, наверное, на Сашином месте посоветовал бы, да и интерес, конечно же, сейчас был бы бой с русским. И если привести Дениса Лебедева во Львов, я думаю, во-первых, вся Украина туда приедет. Ну и мы с тобой комментировали бой Лебедева. Помнишь, как у него вторая голова выросла? Я думаю, Саша сможет это повторить. Ну, в принципе, вот фамилии, которые ты называешь, мне тяжело их поставить рядом с фамилией Усик. Мне кажется, через два боя Саня готов стопроцентно выходить на чемпионский титул. Ну, конечно, сначала бы надо подчистить и там у россиян позабирать поясочки. Я думаю, они им где-то поджимают, где-то они на своем месте. Ну и с Эрнандесом это, конечно, уже будет, наверное, может быть, последний шаг перед переходом в хэви-вейт. Ну, я бы так не стал все-таки сквозь соперников смотреть, особенно вот топ-уровень, да, эти чемпионы, потому что, ну, пока что Александр свои амбиции подтверждает на том уровне, который от него ожидает. Что будет дальше, это все зависит от уровня соперников. Нам нужен такой же быстрый, ловкий, с хорошей, может быть, даже аматорской карьерой соперник, который, в общем-то, многое имеет то же самое, что Александр. Ну, вот, чтобы было реально какое-то соревнование, состязание, чтобы мы увидели, как Александр будет действовать, когда у него пойдет что-то не так, когда он пропустит, не дай бог, да, или когда с выносливостью что-то случится, или сильно будет соперник агрессивно давить на него, темп высокий. То есть вот этого мы еще ответа на эти вопросы не получили. Да, ну вот после прилета Сашиного из Нанкина буквально два дня пришло, прошло, по-моему, уже три. Мы ходили с ним на футбол Украина-Словакия. Украинцы проиграли, конечно, Саша тогда хотел зайти в раздевалку поговорить, ну так, это все в шутку, но дело в том, что вот как раз весь матч мы говорили больше о боксе, чем там, смотрели футбол, но говорили о боксе. Саша так сказал, что вот сейчас бой, и до конца года вот он бы хотел еще два боя. Ну вот с тем, что уже октябрь, я не думаю, что будет два боя, но как-то три месяца два боя, это очень сложно. Как раз вот ожидание, я думаю, и то, что я слышал от него, это как раз декабрь месяц. Но говорил он это еще до этого боя, ну там не загадывал, как закончится этот бой. Понятно, что речь у Саши всегда идет только о победе, вот. Но бой мы ждем в Германии, я так понимаю, если декабрь, да, это как раз Кличко, вот ноябрь-декабрь. Ну я не думаю, что если бой будет 15 ноября, что там 15 декабря, ну хотя Саша может. Все вполне возможно, и с учетом того, что сейчас, в общем-то, Усик является звездой компании К2 промоушнс, да, он, наверное, единственный, кто способен собирать такие арены. Ну полный зал, наверное, действительно единственный, кто может из К2 промоушн собрать. Я думаю, это понимает и в К2 промоушн. Поэтому и возможно, кстати, что действительно он поедет, проведет андеркард в Германии, вернется в Украину, еще в дворец спорта соберет. Да, таких примеров достаточно, в общем-то, если будет какой-то там небольшой интервал, да, две недели, я думаю, тут ничего страшного. Можно и соперника, там, не подобрать соответствующего уровня, да, там, чтобы сильно не переживать, вот. Пока что, я же говорю, на свой уровень уже Александр Усик вышел, на него уже, я думаю, смотрят чемпионы, там, понимая, что он, парень, приближается, и это реальная угроза этому дивизиону. Так что интрига возрастает. Более того, у нас же есть еще один украинец, Дмитро Кучер. Вот этот парень тоже достаточно, в общем-то, сильный, и на него тоже особое внимание я бы уделял. Вот, и такие противостояния Украина-Россия, они вполне интересны зрителям, и мы их, возможно, увидим. Вот, там еще и Роман, этот, Архимчик Киев, да, тоже очень серьезный оппонент. В общем, есть с кем боксировать. Ну, я думаю, они во Львов не захотят ехать боксировать с Усиком, что-то мне подсказывают. Это очень вряд ли. Хотя, если собрать стадион, если думают, чтобы собрать стадион во Львов, надо везти или русского, или поляка. Ну, посмотрим, как оно будет. Тут же, опять же, зависит от договоренностей. И сейчас у россиян с боксом все в порядке. Там, в общем-то, большие финансовые вливания мы наблюдаем. И благодаря им ребята становятся чемпионами мира. Вот, как удалось сейчас вывести дрозда, да, на владарщика, он забрал пояс. То, в общем-то, все зависит от того, кто, в общем-то, кто платит, кто заказывает музыку и, в общем-то, место проведения поединка. Ну, для Усика же не проблема, где боксировать. Он может где угодно это делать. Так что, а мы уже его будем поддерживать.